МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снова за парту. Как детям быстрее привыкнуть к кочному обучению после дистанта? Моя семейная реликвия. Саровчан приглашают принять участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса. Праздник для всей семьи 17 января на лыжной базе пройдет День снега. Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин заявил, что со следующей недели нужно перейти к массовой вакцинации всего населения от коронавируса. Он отметил, что наша вакцина одна из лучших в мире и уже доказала свою эффективность. К тому же ее плюс в том, что она не требует для транспортировки каких-либо необычных условий. Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что до конца января в гражданский оборот поступит более 2 миллион доз вакцины. Она сообщила, что поручение главы государства готовы выполнить уже с понедельника следующей недели. Президент напомнил, что победить пандемию коронавируса пока не удалось. Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь. Не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в РФ. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно, сказал он. Между тем, ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение высказал в среду в твиттер Всемирной организации здравоохранения директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он обратил внимание на то, что за последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около 5 миллионов новых случаев, инфицирование и более 85 тысяч летальных исходов. При этом на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за 7 дней, а на регион Европы – более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе Африки и Восточном Средиземноморье. За минувшие сутки в России выявили 24 763 случаи заражения. Из них 476 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 85 человек. После долгого дистанционного обучения и зимних каникул губернатор Глеб Никитин разрешил всем школьникам вернуться за парты. Кто-то обрадовался этому решению, кто-то посчитал его преждевременным. Тем не менее, уже несколько дней ученики занимаются в одном кабинете, слушая объяснения учителя вживую, а не через экран монитора. Как детям быстрее адаптироваться после дистанционного образования и вернуться в привычную колею? Расскажем далее. Подходит к концу первая рабочая неделя Нового года, и с каждым днем наш город все больше напоминает себя в доковидную эпоху. Сильнее всего это заметно по утрам, когда на улице высыпают вереницы ребят с ранцами. Почти весь 2020-й они провели на удаленке и уже успели забыть, каково это – учиться не дома за компьютером, а в школьных стенах. Вынужденный эксперимент под названием дистанционное образование завершился, расколов общество на два противоположных лагеря. Одни увидели в нем прообраз будущего, другие предлагают забыть и не вспоминать, как и весь 2020-й. Так чем все-таки был дистант? Подарком, который судьба преподнесла нынешнему поколению школьников или проклятием? Скорее проклятие. Ну, это сложно постоянно ориентироваться в пространстве, понимать, что происходит. Ну, на уроке, наверное, проще. Можно удобнее взаимодействовать с учителем. Интернет иногда лагает и так далее. Со своей подругой соглашается и другой участник ивент-команды молодежного центра Даниил Свинкин. Юноша признается, что у домашнего обучения были свои преимущества. И поначалу ребята действительно радовались тому, что ходить школы теперь не нужно. За спиной никто не стоит, а дома всегда можно заняться своими делами. Аккуратно, разумеется. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Усваивать информацию, особенно в точных дисциплинах, оказалось в разы сложнее. Да и настроиться на учебу в домашней обстановке было непросто. Сидишь на одном месте, на стуле, компьютер 8 часов по каждый день. Ну, это неудобно. Пока я сидел на дистанционке, я не сильно усваивал материал. Как бы, ну, что-то я понимаю, ну, а где-то есть пробелы. Получается, надо учить теорему, все это. А когда ты сижу дома, ты расслаблен, и делать, ничего не хочешь. Переход на дистанционное обучение стал испытанием и для преподавателей. Пострадали все. Не только школьные педагоги, но и работники системы доп. образования, которым тоже пришлось уйти в режим видеоконференц-связи. По словам руководителя ивент-команды молодежного центра Ольги Васькиной, когда речь идет о работе с детьми, прямой контакт и живообщение незаменимы. В конце концов, мы работаем над постановкой речи, над коммуникацией, над тем, как взаимодействовать друг с другом, как вести себя на сцене. И для этого нам нужен контакт визуальный, тактильный. И нам нужно находиться вместе, общаться и взаимодействовать. Онлайн-обучение – это, конечно, выход из сложившейся ситуации, но я думаю, что временно – это неплохо. Всегда такого быть не должно. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Спортсмены школы Олимпийского резерва «Атом» заняли призовые места на чемпионате и первенстве Нижегородской области по лыжным гонкам. По итогам соревнований Сергей Шаров и Ян Маркин вошли в состав команды для участия в первенстве федеральных округов среди девушек и юношей, который пройдет в Заинске на следующей неделе. А Герман Якубов в составе сборной региона с февраля отправится на первенство России в Сыктывкар. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области отменили трехмесячный срок действия электронных проездных школьников и студентов на 20, 40 и 60 поездок. Неиспользованные поездки теперь не сгорают, а действует неограниченное время. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такое решение распространяется на все проездные, которыми школьники и студенты пользуются с начала учебного года. Если у учащегося остались неиспользованные поездки за переходом на дистанционное обучение, то в январе он может продлить их действия и полностью использовать для оплаты проезда. Продлить срок действия неиспользованных поездок можно с помощью мобильного приложения Ситикарт. Центры занятости населения региона возобновили личный прием граждан. Приходить можно только по предварительной записи. Посетителям обязательно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Быть в маске, обработать руки антисептиком или надеть перчатки. Полковник Сергей Гошков возглавил Саровскую дивизию Росгвардии. Для справки, Сергей Сергеевич Гошков, 1978 года рождения, окончил Военный институт Министерства обороны РФ, Общевойсковую академию вооруженных сил РФ и Военную академию Генштаба ВС. Проходил службы на различных должностях в воинских частях по охране важных государственных объектов в Сибирском и Уральском округах войск Росгвардии, награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами. Воспитанники отделения медиастудии детской школы искусств номер 2 получили новогодний подарок – светодиодный осветитель для фото-видеосъемок. Новое оборудование купили на сертификат, полученный за победу во втором туре 13-го Всероссийского медиафестиваля для юношества детей и семьи в Твери. Короткометражный фильм «Саровчан. Ночи сцеления» занял первое место в своей взрослой группе. Впервые за 13 лет медиафестиваль провел два тура приема работ, два подготовительных цикла семинаров. Все мероприятия прошли в дистанционном режиме. В конкурсе приняли участие более 900 юных актеров и более 300 их преподавателей из 29 регионов России, 70 населенных пунктов Российской Федерации. Молодежный центр проводит муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проектов «Моя семейная реликвия». Принять участие в нем могут саровчане в возрасте от 7 до 30 лет включительно. Школьники, студенты, колледжи, вузов, рабочая молодежь. Подробнее о номинациях конкурса расскажем в следующем репортаже. Старинные фотографии, ордена и медали времен Великой Отечественной войны, письма, свадебные платья, в которых выходили замуж прабабушки и бабушки, кольца, украшения и предметы быта. Практически в каждой семье есть своя реликвия, предмет, который хранится и передается от поколения в поколение. Рассказать историю этих вещей саровчане могут в рамках Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». Его муниципальный этап проводит в Молодежный центр. Принять в нем участие могут школьники от 7 лет. Студенты и молодые люди до 30 лет включительно. В этом году конкурс проводится по двум номинациям. Это «Литература», где каждый желающий может представить, либо написать сочинение, либо написать эссе, либо написать рассказ о смене реликвии. И вторая номинация – это «Мультимедиа». То есть можно сделать презентацию, в которой показать свою реликвию или снять о ней небольшой видеоролик. Сам конкурс первый раз прошел в 2013 году. Саров присоединился к нему 4 года назад. За это время саровчане несколько раз побеждали в региональных этапах. Что такое победа в региональном этапе? Соответственно, работа отправляется дальше в Москву, уже на всероссийский уровень. К сожалению, побед у нас там не было, но участники у нас были, и мы получали даже вот такие вот красивые сертификаты за участие именно во всероссийском уже этапе этого конкурса. Мы очень горды этим. Лучшие работы финалистов будут номинированы на национальную премию «Семейная реликвия», а лауреатов выберет комитет по национальной премии. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заявку и работу отправить до 8 марта на электронную почту «Зламяна собака.mcdf.ru» с пометкой «Моя семейная реликвия». Подробности по телефону 99108. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Семнадцатого января на лыжной базе пройдет «День снега». Он посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В этом году праздник изменил свой привычный формат. Традиционный конкурс снежных фигур пройдет в онлайн-формате. Тем не менее, на дне снега горожане найдут себе занятия. Для них организуют флешмоб, тематическую фотозону, соревнования по брумболу и многое другое. В это воскресенье на лыжной базе пройдет «Всемирный день снега». По традиции, организаторы подготовили для сорочан насыщенную программу – лыжные гонки, соревнования на самый длинный спуск с горы. И, конечно, не обойдется без так полюбившегося горожанам конкурса снежных фигур. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Если раньше конкурс проходил на самой лыжной базе, в этот раз участников решили не собирать в одном месте. Фигуры будет делать каждый на своем участке, то есть это или на территории школы. Конечно, может кто-то прийти и сделать и на лыжной базе. Это могут быть фигуры, сделанные во дворе у себя. Далее снимается ролик или фотография, отправляются в Департамент по делам молодежи и спорта. И затем уже 17-го числа здесь, на лыжной базе, будет подведение итогов на лучшую фигуру. В этом году участникам конкурса снежных фигур предложили пофантазировать на космическую тематику. Каждый день снега стараются объединить каким-то общим посылом. А учитывая, что в 2021-м мир отметит 60-летие полета Юрия Гагарина, долго выбирать тему предстоящего зимнего фестиваля не пришлось. Еще одним ярким событием воскресного праздника станут соревнования по Брумболу. Эта необычная, почти шуточная снежная забава придется по душе как детям, так и взрослым. Это игра в футбол, скажем так, в хоккей вернее, но играют метлами. Это пользуется большим интересом, это как бы новинка, это интересно, увлекательно. Также и на футбольной площадке, ворота, но здесь уже не клюшками, а метелками. А еще гостей праздника ждет флешмоб «Космический лед», тематические фотозоны, космический забег и многое другое. День снега пройдет на лыжной базе в воскресенье 17 января. Начало в 10 часов. Приглашаются все желающие. Константин Перевозчиков Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. На областных соревнованиях «Рождественский турнир» воспитанники спортивной школы ИКАР завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. В состязаниях приняли участие 407 спортсменов в составе сборных команд Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Подробнее об успехах саровчан расскажем в следующем репортаже. У юных пловцов ИКАРа очередной сезон начался с побед. На традиционном областном рождественском турнире маленькие спортсмены показали высокие результаты на индивидуальных дистанциях. У Лидии Балыгиной уже второй взрослый разряд по 100 комплексу. Поэтому соперников в своей категории она превзошла без особых усилий. Я выступала в категории 2010 год. И, ну, противники были, но не догнали. Я плыла 100 комплексное плавание за минуту 23 секунды. Ярослав Нетрусов на дистанции 100 метров вольным стилем занял третье место. Юноша регулярно занимается и проводит с тренером работу над ошибками, чтобы достичь желаемых высот. Я хочу добиться еще более хорошего результата. Я хожу на тренировки каждый день и часто езжу на соревнованиях. Я плаваю чаще в стиле кроль на груди. Я считаю, что в плавании нужно иметь и хорошую технику, и силу. Потому что если не будет чего-то из этого, то хорошо плавать не получится. Пловцы уже готовятся к следующему сезону. 28 и 29 января в Нижнем Новгороде пройдет областной кубок сильнейших. Юниорок 11-12 лет и юниоров 13-14 лет. 3 и 4 февраля старшие воспитанники поедут на первый этап пятой летней спартакиады молодежи России. Едет очень сильная команда. В этом году у нас вливаются в команду мастер спорта Афинагеев Александр. Он к нам вернулся в спортивную школу с Нижнего Новгорода. Этот год был для нас показательным. Мы ни с одного соревнования не приезжали, чтобы не было у нас мест. Все время первые, вторые, третьи. У нас все время призовые эстафеты. Команды сильные от младшего возраста до старшего возраста. Это полноценная работа тренерского состава на данный момент. В спортивной школе Икар не только воспитанники завоевывают награды. По итогам 2020-го администрация города наградила Викторию Шалыгину почетным званием «Тренер года». Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин